Продолжение следует... В этом плане мне бы хотелось вам рассказать о той работе, которая ведется алтайскими учеными вместе с нашими индийскими коллегами из Северной Индии по как раз поиску параллелей между Алтаем и Гималаями в русле той стратегии, которая была задана знаменитой фразой Николая Константиновича Рериха, которая часто и многие любят повторять, что Алтай и Гималая два устоя, два равновесия, два центра Евразии. Мы как раз поставили свои задачи, действуя с нашими индийскими коллегами, попытаться разобраться, действительно ли Алтай и Гималая являются такими магнитами и центрами, почему мы можем так говорить. И в результате двухгодичных исследований, проведенных нами с индийскими коллегами, была выпущена вот такая вот монография Алтай и Гималая как уникальные культурно-биосферные регионы Евразии, где как раз мы попытались показать, что эта фраза Николая Константиновича Рериха полна глубокого смысла, и она действительно очерчивает целую программу исследований, которые могут быть проведены российскими и индийскими ученами. Ну первый результат, который мы получили, и тут индийские коллеги с нами согласны, действительно Алтай и Гималая выступают такими опорными пунктами жизни, биосферными донорами, благодаря которым мы можем наблюдать расцвет цивилизации индийской, потому что она питается реками, которые стекают с Гималаяев. Ну и соответственно вся Сибирь и Центральная Азия также питаются водой, которая стекает с гора Алтая. Кроме того, и Алтай, и Гималая это уникальные центры биоразнообразия, это регионы, которые хранят огромный потенциал для развития различных форм экономической деятельности. Ну и не случайно, действительно, две этих горных системы обожествляются, воспеваются в культурных традициях и гималайских, и алтайских народов. Исходя из общности биосферных функций, которые они выполняют, действительно они обеспечивают воспроизводство жизни на огромных пространствах евразиатского континента, из этого сходства биосферных условий вытекает и близость хозяйственной деятельности. И наши исследования показали, что, например, и на Алтае, и в Гималаях мы видим сходную структуру организации животноводства, когда скот в течение года кочует по вертикали гор, более-менее одинаково стадо, которое мы встречаем в Алтае и Гималаях, это овцы, козы, яки, между прочим. Это различные виды промыслов, которые строятся на основе животноводства, это использование шерсти, знаменитый кашемир гималайский, но аналогичные продукты мы можем встретить на Алтае. Кроме того, и растениеводство очень близкое, например, Алтае и Гималая, это центры производства картофеля, гречки, и тут и там культивируется пшеница, и здесь и там яблоневые сады, между прочим, высаженные приблизительно в одно и то же время, в конце 19 века. Очень схожие традиции сохранения общинного образа жизни, взаимоподдержки, кооперации, что особенно бросилось в глаза индийским исследователям. Очень близкие экологические проблемы, например, в плане использования рек Алтае и Гималаях для гидроэнергетики. И в настоящее время планируется очень серьезное исследование по сравнительному анализу произрастания и состоянию лесов в Алтае и Гималаях, по сохранению почв и тех методик, которые есть у нас, у индийских ученых, которыми нужно обменяться. Очень перспективное направление исследований, целая глава посвящена в этой книге отдельно этой теме, это производство органически чистой продукции на основе традиционных технологий. Продукты органического земледелия или экологически чистого земледелия сейчас пользуются большим способом во всем мире. Здоровье – это самая большая ценность. Действительно, здесь тоже я рассчитываю, что наши ученые двух стран получат серьезный результат. Второе очень важное направление исследования, которое было реализовано в ходе нашего российско-индийского исследования, – это сопоставление жизненных ценностей населения горных регионов Алтая и Гималаях. Мы согласовали с индийскими коллегами и выбрали две репрезентативных площадки. В Индии – это долина Кинаура, очень архаичная, древняя, лежащая на пути из Индии в Тибет, а у нас знаменитая Монская долина. Была составлена анкета, которая бы сканировала жизненные ценности. Довольно долго и тяжело шло согласование. В конце концов, был выработан единый вариант на русском и на английском языках. Это исследование было проведено. Выборка была соответствующая, респондентов продумана. Результаты оказались довольно показательными. Например, и тут, и там, и в Гималаях, и в России стало очевидно, что население горных регионов все-таки придерживается так называемых традиционных ценностей. Это ценность семьи, причем семьи многодетной, с устойчивыми связями. Это ценность коллективизма и взаимоподдержки, а не конкуренции и борьбы с друг другом. Это ценность общего блага, без которого индивидуум в обществе становится жить тяжело. Это благоговейное отношение к природным и культурным святыням. Были, конечно, зафиксированы довольно серьезные различия, но, например, стало понятным, это и априорно было, нужно было предсказать, что уровень религиозности индийского населения на порядок выше, что, конечно, гораздо более высокая степень почитания природных культурных святынь, где живут индийцы. Но это есть и у нас в России. И стала понятна еще очень одна важная вещь, такое трагическое противоречие, которое характеризует жизнь горных регионов в нынешнюю эпоху. Это столкновение традиционной системы ценностей и уклада жизни с так называемой экспансией техногенно-потребительской цивилизацией, которая в горах интересует добычу природных ископаемых, гидроресурсов. И вот это противоречие очень трагически проявляется в Индии и у нас на Алтае. Но, может быть, в Индии это противоречие гораздо более вопиющее, потому что две священные реки Гималаев, Биас и Саклидж, упоминаемые в Реглеиде еще, они были перекрыты целым каскадом плотин. Это привело к деградации традиционных ландшафтов, к тому, что были затоплены местные храмы, пастбища и так далее. И мы встречались с жителями в Гималаях, они говорили, что это фактически удар по их традиционному образу жизни и мировоззрения. Поэтому перед нашими двумя горными регионами действительно есть общность стоящих экологических проблем, и одна из них очень важная, может быть, наиважнейшая заключается в том, что нужно сохранить вот эту систему традиционных ценностей, которая, безусловно, живительна и которая открывает перспективы в будущем, но эта система традиционных ценностей должна совмещена быть с инновационными процессами, с развитием экономики, той же гидроэнергетики. Вот это противоречие должно быть как-то очень органично и гибко разрешено. Но с приматом того, что все-таки традиционная ценность, это действительно ценности будущей эпохи, а не те либеральные ценности, которые фактически привели мир на грани глобальной катастрофы, военных столкновений и так далее. Очень интересным был тоже результат, что надо продолжить эти исследования, более большую выборку взять, и нам бы, конечно, в будущем хотелось провести сравнительное социологическое исследование, может быть, той же Уймонской долины, взять более большую выборку, и долины Кулу, где будет размещен институт Воруслати. Ну и, наконец, третье направление исследований, отраженных в нашей коллективной монографии, это направление тоже было связано с идеей релихов, что Алтай-Гималайя, два магнита для два равновесия, для два устоя Евразии. Ясно, что это культурные устои, центры религиозного равновесия, и тут было обнаружено, что между культурой алтайских народов и гималайских народов действительно существует очень серьезный параллель, близость. Ну, например, совпадают мифологические сюжеты, функции богов в алтайском апосе, знаменитая по-салтайски Матайкара, очи бала, и с корпусом пуранической литературы, прежде всего с Махабхаратой. Совпадают очень многие топонимы. Налицо параллели в символике жилища, одежды, быта, языковые параллели. Все это потребовало найти причины того, почему в двух разных горных регионах, отделенных тысячами километров друг от друга, это же засушливые пустыни и высокие горные хребты, мы встречаемся вот с таким культурным параллелизмом. Причем эти два региона не только обнаруживают параллель, они реально друг другу тяготеют. Всегда индийцы смотрят на север, на свою прародину ветвь, но известно, что русские старобрядцы на Алтае ходили на юг искать беловодие. И было установлено, по крайней мере, выявлено, по крайней мере, три причины, которые вот этот культурный полилитм и параллелизм определяют. Первая причина, достаточно очевидна, известна, она заключается в том, что сходство биосферных условий существования порождает соответствующие хозяйственные и культурные практики. Это и почитание рек, как источников жизни, и горных вершин, и тут можно в параллеле продолжать. Мы действительно видим, как это сходство порождает сходные какие-то практики. Вторая очень важная причина – это общность исторической памяти. И вот здесь очень важно было показать, и мы соответствующие факты нашли, что действительно горные системы являются ключами к исторической памяти. Они сохраняют в своих долинах высокогорных, в ущельях то, что вымывается историческим потоком наравне. И такой самой фундаментальной исторической причиной, коренящейся в сходстве исторической памяти Алтая и Гималаев, это, конечно, арийский этнокультурный субстрат. Причем выяснилось, что это не только связано с ведийским периодом, когда арии, скажем, вторгаются на территорию Индии, но и доведийский какой-то индоевропейский субстрат здесь присутствовал. Например, наши индийские коллеги указали, что район Гималаев задолго до прихода арии был населен индоевропейскими племенами, которые они называют Кхаши. Это сохранилось в названии ряда территорий Северной Индии, типа Кашмира и даже Бадахшана. Наши индийские коллеги много таких нашли фактов. Ну и вполне возможно, что этот приход Кхаши в Индию с севера, как они считают, связан вот с тем уникальным регионом Центральной Азии, Сердцем Азии, пустыней Гоби, Шамо, Токламакан, где некогда рерихи об этом говорили, процветали мощные цивилизации. Возможно, отсюда они уходят на юг в Индию и на север к нам на Алтай. Действительно, такие параллели, ну, пусть пока еще пока скромные есть, но здесь надо просто работать. Ну, наконец, третья очень важная причина культурного параллелизма, это прямые контакты между народами, это тоже известно. И стало понятно, что древний торгово-поломнический путь Алтая-Гималая, он по низким направлениям развивался, через Тибет, через Синьцзян, через территорию нынешнего Таджикистана, Афганистана, несколько было путей, но эти торговые связи между Алтаем и Гималаем четко прослеживаются уже со скифского времени. Недаром мы в скифское время находим зеркала на Алтае, такие исследования и находки есть. Ну, а с древнейших времен наши индийские коллеги об этом нашли соответствующую информацию. На рынках Северной Индии торгуют так называемой русской кожей, даже соответствующий термин использовался, и шкурками сибирских соболей. Причем, очень интересно, грузы перекладывались с одного вида животных на другую, это очень сложные были переходы по высокогорным перевалам, но они существовали, самое любопытное, вплоть до того момента, когда Тибет был оккупирован Китаем, эти связи не прерывать. Тут тоже огромное поле исторических и культурологических исследований. Любопытно, что семья Рерихов на север прошла по одной ветке этого пути Алтая-Гималая, как всем вам известно, через Великие Перевалы, Транс-Гималая в Каракару-Маладакха, сначала в Кашгарию, потом через Джунгарию, сели на пароход и приплыли в Семипалатинск с помощью парохода. Такой путь действительно существовал. А вернулись они в Индию по другому великому пути, Монголия-Тибет, к которому после того, как Синьцзян был захвачен, оккупирован, и вот этот путь стал основным, и к нему присоединялись паломники, которые хотели попасть с Алтая на Гималай. Ну и последний очень важный вывод, который связан как раз с существованием этой великой евразийской транспортно-паломнической магистрали, мы сделали такое, что необходимо в современных условиях возродить эту великую меридиональную евразийскую ось России, Индии, Алтая и Гималая, и она была бы совершенно естественным и логичным в исполнении китайского широтного проекта «Один пояс, один путь». Их можно увязать, скажем, какая-нибудь железная дорога, автомобильная дорога, маршруты такие прорабатываться, может пройти через Румчи и к югу, Румчи будет в точке пересечения широтного и меридионального коридоров. С индийской стороны уже такие предложения высказывались, с нашей стороны тоже. Этот проект, конечно, серьезный, не ближайшего времени. На первых порах, может быть, было резонно учредить авиарейс в Новосибирску, Румчи, Нью-Дели. Но, по крайней мере, совершенно очевидно, что если мы эту евразийскую меридиональную связь не утвердим, вертикальную, то вряд ли наше евразийское геополитическое и культурно-экономическое пространство обретет ту целостность, которой мы все желаем, и единство между народами будет полно. Хочу еще раз подчеркнуть, что наше исследование пилотное, здесь необъятное поле для исследований, междисциплинарное, хочу это очень подчеркнуть, в составе нашей исследовательской группы и с индийской стороны, и с российской были и археологи, и искусствоведы, и политологи, и философы, и экономисты, социологи. Это позволило нам более-менее панорамно посмотреть на эти два магнита, как говорили о Рерихе, которые не только притягивают к себе сердца и умы многих народов по всему миру, но эти два магнита, которые, несомненно, тяготеют друг другу, как тяготеют исторически и сегодня друг другу сердца российского и индийского народа. Благодарю вас за внимание.